привет вы снова гостях у танюшки и сегодня у нас будет шикарнейшая быстро сладкая легкая нежная даже не знаю его характеристики в сердцу перечислить сладкое блюдо и сейчас мы будем его готовить а какое я скажу вам позже и так подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик и мы бежим скорее готовить побежали друзья сладкоежки мои дорогие сейчас я хочу показать вам суфле да самое настоящее суфле нежная приятная на вкус воздушная легкая ну самое вкусное суфле которая сейчас взрывает интернет итак ребята начинаем для этого нам надо пачечка желе да именно желе вы все знаете прекрасно продается в любом магазине самое обычное желе вот самое обычное вкус вы выбираете тот который вам нравится вот можете взять несколько видов ну вот мы взяли сейчас с вишневым ароматом вот и приступаем значит берем миску вот желательно взять повыше поглубже емкость так как сейчас она будет у нас разбрызгиваться значит если у вас не нашлось поглубже миски можно одеть кулек это как скажем такой метод чтобы не разбрызгивалась а ну ну вот мы я вот думаю у меня такой мисочки будет достаточно для того чтобы не разбрызгивалась и так желе высыпали в миску пачечку желе вливаю 100 миллилитров кипятка вот так заливаю наше желе и теперь будем взбивать ой секунду ребята теперь начинаем взбивать вот так видите сильно она брызгает за счет того что миска глубокая это нас немножко так сказать спасает если вы хотите обычное желе значит обычное желе вы заливаете просто кипятком по формам холодильник у вас получается желе желе такого вкуса какой вам нравится в нашем случае нам желе не надо нам надо взбивать очень вкусное и нежное супер для этого мы наш желатин должны превратить в супер смотрите какая шикарная пена сейчас у нас ну а ночью не готова еще нам надо взбивать делается очень легко очень быстро с этим даже справятся детки им будет даже интересно занятие такое и сделать могут и кушать можно поэтому у кого детки пожалуйста приобщайте пусть занимаются пусть помогают и они Продолжение следует... Так, мы уже взбили нашу красоту. Вот так. И теперь мы это все переливаем в форму. Какую форму? Да, любую. Какая у вас есть. Застелите просто ее пленкой. И туда это все вот так вот. Вот. Красивенько-красивенько выливаем. Вот так. В нашу форму. Мы его выливаем. Вот так. Вот так. И теперь это все мы должны поставить в холодильник. Но это будет еще не все. Мы его еще не доделали. Мы сейчас пока поставим его в холодильник. И сделаем другое. А это пусть пока постоит. Оно нам не надо. Пусть пока постоит. Не удержалась. Купила желе. И решила сделать суфле. Нежное, мягкое, воздушное. Тренд этого месяца. Желет у нас будет с черникой и ажиной. И печенька. Это будет вдобавок идти вместе с суфле. Итак, сейчас начинаем мы его делать. Высыпаем в миску. Так, разводим его кипятком. 150 миллилитров кипятка. Разводим. Чтобы наше суфле не разбрызгивалось по всей квартире, мы берем миксер. Одеваем на него кулек. Вот так вместе с миской. Включаем и начинаем взбивать. Таким образом у нас ничего не разбрызгивается. Когда мы суфле взобьем, мы возьмем форму, выстелим дно печеньем и сверху зальем суфле. На суфле сверху положим печенье. Вот таким образом, чтобы у нас брызги не летели никуда, мы их изделили в нашу. Так, теперь выключаем. Вот оно, красотулечка наша. Теперь мы берем печенюшки. Так, это мы пока отлаживаем в сторону. Это нам не надо. Мы берем печенюшки. Самое обычное сладкое печенье. И закладываем его в нашу форму. Это абсолютно без разницы, какое вы печенье купили, как вы будете закладывать. Главное, вам надо уложить дно. Вот и все. А там можете брать, какое хотите. Главное, уложить дно. Вот так вот. Ну, у нас так легло. И все. Так, лучшего нам и не надо. Все супер. Просто супер. А теперь сверху мы мы это все вот так красивенько заливаем. заливаем. Вот так. Вот. Вот так. Нашим мусом. Вот. Красота. Красота. Но это еще не все. Это еще не все. Грузит туда. Вот так. Ай, ребята. Плывет. Все плывет. Подвигайся. Вот так сюда. И это, блин. И сверху выливаем весь остальной мус. В холодильник. И когда он застынет, верхний слой снова положим печенье. Вот так. Ой, господи. Мушка выпадает. Все. Вот. И верхним слоем положим печенье. Мы в серединку уложили печенье еще для того, чтобы он у нас был плотнее. Потому что он сильно нежный, мягенький. И если захочется взять его в руки и есть в руках, как пироженку, будет не совсем удобно держать, потому что он сильно нежный. пироженку. Именно для этого надо делать еще одну прослоечку. Ну, все, ребята. Он аж кипит у меня вверху. Пузырями своими тут пузырится. Поставим его в холодильник. Испугаем холодом. Ну, и третий вариант хочу вам показать. Вот теперь такое желе у нас есть. Это самое быстрое. Просто я хотела специально сделать три варианта. Первый вариант у нас будет двухслойный. Второй вариант у нас будет прослоечками идти печенька и суфле. И третий вариант хочу вам показать. Он самый легкий, самый быстрый, самый простой. Если вы будете делать только его, то вы исправитесь за считанные секунды. Ну, так как я показываю сразу несколько, это кажется более длительным процессом. Итак, значит, всыпали, залили кипятком. Залили кипятком. Прикрываем кулечком, как я уже говорила, чтобы у нас не разбрызгивались брызги по всей квартире. закрываем это кулечком, вставляем миксер и начинаем взбивать. Кулечек поправить, начинаем взбивать. Блин. Поправили кулечек и включаем миксер. Запрячем, а то брызгает. У нас уже весь кулек забрызгал. я думала, если у нас миска большая, глубокая, то каких-то сто грамм воды не будет разляпываться. Но получается, как видите, весь кулек в брызгах, все равно оно разляпывается. Вон, смотрите, какая красота у нас. Бесенька прячу, прикрываю. Ну вот и все. Достаточно. Вот так вот. Это нам уже не надо. Это мы убираем пока. Но у нас еще, ребята, есть еще один пакет. Так что это у нас еще впереди. А пока мы берем наши вот такие малюсенькие формочки. я приготовила. Это то, о чем я вам говорила. Это самый быстрый вариант. Мы берем печенье опять же. Просто ломаем в произвольном порядке. Как поломается, так и бросаем его в наши мисочки. Вот, смотрите. Четыре части. Значит, будет четыре. Вот. Вот. Вот так. Еще берем. Так. 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 Вот так. Вот. Вот так. Вот так. Как упали, так упали. где-то больше, где-то помельче, где-то стоит, не легла, ничего страшного. Так, так. Вот так вот. Буквально вот так. Чисто символически. Все. Больше мы добавлять сюда не будем. Этого будет достаточно. Вот. Теперь у меня просто есть большая одна форма. Я еще сюда вот так на донышко просто высыплю сюда, то, что останется. Вот. Просто на донышко вот так высыплю. Вот. Тоже в произвольной форме. Все. А теперь нашу вкусняшку. вкусняшечку мы сюда. Вот так вот. Смотрите, какая она нежная. Смотрите, какая она красивая. Ой, смотрите, какая красота. Да, так и хочется ее уже съесть. А ей еще готовится. А ей еще готовится. Вот это такие мисочки вы можете делать своим деткам. А могут они сами такое сделать, смотря в каком возрасте детки. Вот. Все. Вы в холодильник такую мисочку поставили и уже это можно будет когда оно застынет съесть. А так как оно в маленькой мисочке вам будет удобно пересыпать на тарелочку и потом ложечка его скушать. Видите, быстро как садится. Так, продолжаем делать нашу красоту. Теперь у нас ход идет. Вот пеная такая. Так, наливаем нашу водичку. Напоминаю, кипяточек. 100 грамм. Так. Теперь, ребята, одеваем кулек, чтобы не так брызгало. Вот так вот прикрываем кульком и начинаем взбивать. прикрываем и взбиваем. Сейчас мы немножко так его размешаем, оно разойдется. После чего, так как этот пойдет у нас вторым слоем, для того, чтобы первый у нас не растаял, так как это у нас теплое. Мы приготовили водичку и в водичку мы положили есть вот такие вот это лед. В морозилочке достали, мы туда поставим и будем там в кастрюльке взбивать. Вот так, ребята, мы поставили миску теперь в кастрюльку с водой видите, вот холодная вода у нас там с ледяшками плавает и мы туда поставили нашу мисочку. Я сняла кулек специально чтобы вам показать. Ребята, это очень вкусное желе. Как оно у нас называется? Груша с ананасом. Очень вкусно. скрыгает, зараза, надо прикрывать кулочком. Вот теперь мы выливаем это все сюда наверху. и все это ставим опять в холодильник. Вот поэтому это самый длительный процесс, то, что я вам говорила. Вот из-за того, что надо было подождать, пока один слой застынет. только из-сего. Все, ребята, в холодильник. так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...